Ассалам алейкум, мы снова в эфире. Это программа Жизнь и История. Ровно через неделю мы, как обещали, и вернулись к нашим зрителям. Сегодня у меня в гостях генеральный директор исламской финансовой компании «Ля Риба Финанс» Мурад Алискеров. Мурад, огромное спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо вам тоже за приглашение. И прежде нашим телезрителям хотелось бы узнать, кто вы, господин Алискеров? Я так же, как и мы все, раб Всевышнего Аллаха, который занимается по роду своей деятельности развитием исламских финансов, в частности у нас в республике. И надеюсь на то, что со временем у нас в России все-таки появятся исламские банки. Это наша, наверное, больная мозоль исламского финансового сообщества. И надеемся, что это будет осуществлено посредством консолидации усилий государственных органов, бизнеса и населения. Есть вообще перспектива, что исламские банки в ближайшее время появятся в Дагестане? Есть. По крайней мере, разговоры об этом ведутся уже не первые, я бы сказал, даже десятилетия. Но, тем не менее, пока к каким-то практическим шагам, по каким-то причинам мы не переходим. Среди основных шагов, которые хотелось бы, наверное, обозначить как важные и шаги, которые на самом деле помогут реализовать эту идею, наверное, все-таки инициатива со стороны государства. Делается этот вывод несложно, потому что инициатива снизу она есть. Она есть в республике Татарстан, она есть в республике Дагестан. Какие-то подвижки есть в Чеченской республике. Но, тем не менее, когда вся инициатива бизнеса малого-среднего финансовых компаний не всегда бывает поддержана со стороны правительства и законодательных органов власти, все происходит именно так, как сейчас происходит. Есть группа компаний, которые занимаются предоставлением исламских финансовых услуг, но они находятся вне банковского поля, вне рынка банковских услуг. И все-таки говорят о серьезном бизнесе в этом сфере пока не приходится, к сожалению. Почему все-таки правительство так боится поддержать это направление, чтобы исламские банки, чтобы уже начали функционировать у нас в стране? Ну, как сказали мудрые мира сего, человек боится того, чего не знает. И, наверное, в большей степени это отсутствие каких-либо знаний и информации об исламском банкинге. В то же время, например, в Западной Европе даже Лондон претендует на то, чтобы стать центром исламских финансов. Вместе с тем там проживает порядка от 7 до 9% мусульман. Это говорит о том, что век современных технологий, век современного банковского бизнеса дал им повод верить в то, что это направление имеет огромные перспективы. Оно рентабельно, оно целесообразно, оно имеет огромную социальную экономическую составляющую. Оно имеет огромную социальную экономическую составляющую. Но, к сожалению, пока этот посыл до нашей России не дошел. Хочется отметить, допустим, Вьетнам. Там проживает 3% мусульман. И, казалось бы, кому, 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 но точно не им должен быть до исламского банки. Но, тем не менее, у них инфраструктура присутствует и законодательство полностью адаптировано для того, чтобы исламские банки могли осуществлять свою деятельность в рамках ислама. Мы надеемся, что, опять-таки, посредством подобных передач, посредством конференций, которых мы проводим, выставок, встреч с различными представителями органов власти, все-таки позволят им увидеть тот самый ресурс, тот самый резерв, который видим мы, и нашими глазами посмотреть на эту ситуацию. Я думаю, потом результат не заставит себя ждать. Хочется отметить, что в прошлом году был подписан Дусамадом Гамидовым, такое длинное название, примерный план адаптации элементов исламской экономики к бизнес-проектам, реализуемым на территории Республики Дагестан. Был подписан в число органов, которые должны заняться его реализацией, входили и Министерство финансов, и Центральный банк, и Министерство экономики, и Министерство промышленной торговли и инвестиций. Но, к сожалению, до практической реализации, до практической плоскости, после обсуждений, после ряда обсуждений, так и не дошло. Одним из основных пунктов, которые мы ждали, который должен был реализоваться, это создание некой пилотной площадки на базе Республики Дагестан, которая позволила бы опробировать все инструменты, позволит интегрировать наш механизм деятельности в банковскую среду, и, само собой, наладить взаимоотношения с государственными и надзорными органами. Также хочется отметить, что, например, в соседней республике Татарстан, относительно соседней, уже не первый год проводятся подобного рода мероприятия, созданы площадки, и все успешно реализовано и здравствует. И они как бы себя не просто зарекомендовали, а показали себя с отличной стороны. Приведу небольшой пример. Есть мероприятие, которое уже возымело такое, зарекомендовало себя с международной стороны, это Казан-саммит. Приезжают порядка от 35 до 45 государств, представители различных государств, послов из различных отраслей сферы. На мероприятие, ну, в узком кругу мы услышали цифру, что тратится около 30-40 миллионов рублей. По меркам масштаба и эффекта этого мероприятия, эта сумма мизерная, потому что вливание в экономику после проведения этих саммитов оценивается в миллиарды рублей. Они, безусловно, как мы знаем, часто одной из особенностей подобного рода мероприятий является не подписание в рамках самого мероприятия каких-то договоренностей, а все, что происходит в кулуарах, то есть они завершают мероприятия, сидят в кафе, в ресторане, в каких-то компаниях и обсуждают, какие инвестиционные проекты есть, куда можно вложить. И Республика Татарстан является таким лакомым кусочком для зарубежных инвесторов, в частности, для инвесторов, представляющих страны, где преимущественно проживает мусульманское население, страны Персидского залива и так далее. И если мы говорим о сегодняшней конъюнктуре, то тем более Россия сейчас вынуждена искать выходы на финансовые рынки в азиатских странах и странах Персидского залива. В азиатских странах у нас отношения сложные ввиду того, что мы географически не совсем расположены, культурных связей у нас немного, исторических у нас связей не такие плотные, а с арабскими странами у нас все шикарно, все хорошо. Поэтому, мне кажется, вот эта наша деятельность, направленная на создание комфортных условий для того, чтобы исламские инвесторы могли и создавать банки, и создавать квазибанковские структуры, предлагающие населению исламские финансовые продукты, было бы как никогда кстати, именно в период кризиса. Мурат, компанию, которую вы возглавляете в народе, назвали, скажем, первым исламским банком на территории Северного Кавказа. Все-таки, что за компания у вас? Это банк или что это? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться к ответу на прошлый вопрос. Дело в том, что мы не являемся банком, а банка в нашей стране называется учреждение, которое имеет банковскую лицензию. У нас таковой нет. Поэтому до июри мы исламским банком или вообще банком на территории Российской Федерации называться не можем. Вместе с тем, если подходить к определению банка как институту, который оказывает финансовые услуги населению, здесь да, де-факто мы являемся исламским банком. Поэтому не могу возразить или не могу остановить людей, которые нас так называют. Но вместе с тем, конечно, если бывают такие, скажем так, буквоеды, которые начнут там, у вас есть банковская лицензия или нет, само собой мы скажем, что нет, банковской лицензии у нас нет. И, как я часто шучу, когда банки боятся, что у них заберут лицензию, я смело говорю, что у нас никогда банковскую лицензию не заберут. Хотя бы потому, что у нас ее нет. Теперь, если переходить плавно к оказываемым нами услугам, то, в принципе, они с точки зрения полезности для представителей малого и среднего бизнеса, они эквиваленты или они похожи очень. То есть, если в обычном банке клиент берет кредит на покупку автомобиля, в нашем случае мы покупаем этот автомобиль, предоставляем ему. И наше самое основное отличие от кредита, помимо того, что я обозначил, это то, что мы называем окончательную цену на товар, и клиент спокойно идет домой, без необходимости брать дома большую лупу, считать, и читать не одну страницу договора, а 25 страниц договора. Мы обозначили конечную цену, он знает, что у него есть этот долг, да, но он может за него спокойно, в соответствии с графиком расплачиваться. Ну, а о банковской сфере можно просто взять за основу последние информационные поводы, связанные с коллекторами, где там, извиняюсь, и детей сжигали, и там калечили, и все остальное. И самое безобидное, что могли сделать коллекторы, это только угрожать, что тоже преследуется по закону Российской Федерации. В этом является, наверное, наше самое основное отличие, спокойствие наших клиентов. И мы мониторим, и даже объявили акцию в одной из социальных сетей, чтобы найти клиента, который является, который оформил у нас финансирование, но который по каким-то причинам остался недоволен. То есть ему что-то не устроило, качество, условия, сервис и так далее. Ну, благо, мы объявили даже небольшой гонорар человеку, который найдет, но благо, пока такого человека не нашлось. Мы надеемся, что это не потому, что не ищут, а потому, что на самом деле не нашли. Мурат, наверняка есть такие люди, которые при поддержке вашей компании оформили сделку и избегают оплачивать. Как вы, скажешь так, выбиваете из них эти долги? Ну, вот как раз термин «выбиваете», он, наверное, больше применим к банкам. Я приведу несколько показателей, которые в целом охарактеризуют наши взаимоотношения с клиентами. Первый показатель, я позволю себе немного похвастаться этими показателями нашей компании, это то, что мы с 2011 года ни один раз не обращались в суды общей юрисдикции, в гражданские суды для того, чтобы взыскать долг с клиента. То есть ни один долг не был возвращен посредством подачи в суд. Все наши дела, все наши сложности, которые, безусловно, возникают в бизнесе, они решаются путем переговоров и медиации. Медиация — это привлечение наших имамов. Второй аспект, конечно, у нас некий национальный вид спорта, вторым я его называю, после борьбы — это взять и не отдать. Тем более у нас вот этот стереотип, который нам в течение 70-80 лет, скажем так, вдалбливался или, как сказать, вменялся, то, что можно хокумат или можно государство кидать. Ну, хотим мы это говорить или не хотим, но так и есть. Огромное количество людей в первое время приходило именно с такими целями. То есть сколько надо тебе оставить, откат, что я, короче, взял, ушел, и мы с тобой больше не виделись. Годика-два нам пришлось только на этот вопрос отвечать. Потом еще год пришлось отбиваться от различных ходоков, связанных с тем, что они предлагали откаты, взятки. И один из курьезных случаев, который я вспоминаю, это когда заходит мой сотрудник и говорит, Мурат Сидяриевич, там мне взятку предлагают, чтобы я оформил. Я говорю, а что не соглашаешься? Он говорит, мало предлагает. Как бы больше предложат, может быть и соглашатся. Ну, я, само собой, это была шутка, но очень часто такие подходят. Бывает, что подходят люди и говорят, ну, кто твой старший, кто твой начальник, давай мы с тобой как-то договоримся. Но начинаешь в этот момент взывать к совести, взывать к религиозным аспектам. Благо находишь понимание. То есть люди говорят, ну, мы не знали, мы думали это как обычно. И потом они уже как бы возвращаются. Второй показатель, то, что на данный момент в нашей компании нет людей, которые оформили рассрочку и бесследно убежали. То есть которых мы найти не можем. Долги, которых мы вот сейчас не знаем, из кого взыскать. Хвала Всевышнего, таких людей нет. Все клиенты возвращают. Другой вопрос, что есть клиент, который уволили с работы. Он говорит, вот в этом месяце я не могу вам отдать 10 тысяч. Я смогу отдать 7, а в следующем месяце я вам отдам там 13. И мы закроем там 2 месяца, да. Таких клиентов, безусловно, есть. И это нормальное положение вещей. Все мы люди и все мы понимаем, что кого-то уволили, у кого-то умер, кормилиц. Кто-то заболел, кто-то, извините меня, не дай бог, в аварию попал. И когда клиентов тысячи, безусловно, такие случаи бывают. Зарплату, если задержат одной организации, у нас сразу может 20 клиентов попросить рассрочку. Или дайте нам отсрочку платежа. Мы выясняем, действительно, у этой компании задержали зарплату на 5-10 дней. Да, мы ждем. Если это был бы банк, то за факт выхода на просрочку взыскали бы с клиента деньги. И за каждый день просрочки взяли бы. Но у нас, само собой, никаких в этом плане санкций нет. И мне кажется, эти показатели, они должны убедить наших клиентов, телезрителей, в том, что исламское финансирование все-таки это огромный, скажем так, неисчерпаемый источник резервов внутреннего роста республики. И я надеюсь, что власти, имущие мужи, сидящие в правительстве, администрации президента, они увидят этот резерв и начнут использовать. Мы несколько раз выходили с инициативами просто создать некую аффилированную с государством компанию и отойти. То есть, чтобы никто не видел нашу какую-то заинтересованность, мы готовы были просто создать и выйти, чтобы они дальше это направление развивали. Был также предложен эксперимент, согласно которому мы говорили, давайте возьмем, анализируем период год, возьмем определенный одинаковый объем ресурсов, предоставим ему исламской финансовой компании и обычному банку. И по результатам года посмотрим на социальный эффект, на экономический эффект, на взаимоотношения с клиентами и дальше будем думать, интересно это или неинтересно. Как вообще создавалась компания для РИБА Финанс? В большей степени мы вообще начинали с 2007-2008 годов, еще тогда в существовавшем ОАО КБ Экспресс, Экспресс Банк, это первый банк России, который занимался развитием исламской линейки банковских продуктов и услуг, совместно с Духовным управлением тогда, сейчас там в Театре Республики Дагестан, мы сертифицировали впервые именно в таком масштабе все банковские продукты и услуги. И пришли к интересному выводу, к тому, что кроме кредитов со всей линейкой, это авто, кредиты, потребительские, ипотека и всей депозитной линейки, в принципе все остальные банковские услуги, они основаны на комиссионном вознаграждении, соответственно они дозволены, потому что брать комиссию за оказание услуги это разрешено. Тогда был открыт дополнительный офис Мударип, где мы предлагали клиентам именно те продукты и услуги банковские, которые были сертифицированы в Духовом управлении. Но потом остался один вопрос, огромное количество людей приходило и говорило, уважаемые, вот есть банки кредит, а как вы мне можете помочь? И ответы на этот вопрос в рамках банковской юрисдикции было тяжело получить. Поэтому мы пришли к выводу, что наша целью является не создание просто исламского банка, лишь бы он был, а именно удовлетворение клиентов или удовлетворение наших финансовых потребностей, наших земляков. Мы поняли, что для этого удовлетворения необходимо создать или можно создать эту компанию. Организационно-правоформа у нас «Товарищество на вере». Первое «Товарищество на вере», которое было зарегистрировано у нас в налоговой. Они даже долго думали, как регистрировать, потому что ООО много, а ТНВ нет. И после этого уже мы начали свою деятельность, и среди нашей основной рода деятельности является привлечение вкладов, депозитов от населения. За счет этих вкладов мы финансируем клиентов, покупаем товары в рассрочку. И за счет той накидки, которую мы накинули, продавая товар в рассрочку, мы делимся с прибылью с теми вкладчиками, которые нам дали. Аля обычный банк, но применяющий иные инструменты, иные подходы к заключению договора, к формированию добавочной стоимости. Как переводится на русский язык слово «ля-риба»? Ну, «ля» в исламе на арабском языке является частицей отрицания. Нет. А «риба» — это расовщичество, это традиционный грех, причем во всех конфессиях, и в иудаизме, и в христианстве, и тем более в исламе. Говорю «тем более», потому что именно так четко очерчены границы расовщичества, именно в исламской конфессии, именно в религии ислам. И более того, осуждаем не только грех и человек, который его осуществляет, но и тот, который содействует, но тот, который записывает. И в этой связи действительно, когда часто общаешься с учеными исламскими, видишь, как они с опаской, как они, с каким они настороженностью и с каким они предостережением рассказывают об этом грехе, и становится немного страшно за то положение, в котором находится наше общество, потому что у нас, к сожалению, огромное количество людей в этом греха не видит. И считают, что в принципе все нормально. И я часто это повторяю, я очень долго думал над тем, почему у нас в обществе это так распространено. Если бы открылось какое-то злачное заведение в центре города, очень болезненно бы все реагировали. А если открывается, допустим, кредитное учреждение, которое кредитует под кабальные проценты, в принципе все нормально. Я пришел к выводу, потому что когда у человека что-то, кто-то ворует, обязательно есть пострадавшая сторона, которая хочет возместить ущерб. Убили точно так же. Но когда предоставляется кредит, и до сторона давшая, и сторона взявшая, она как бы довольна на первый период времени. Это как, знаете, употребление водки. То есть, в принципе, когда ты только проглотил, в принципе все нормально. И даже от той же воды ничем не отличается. Но стоит пройти несколько минут, пройти несколько минут, как уже ты понимаешь, что ты в другой реальности, ты понимаешь, что уже для тебя черное это не совсем черное, и белое не совсем белое. И, к сожалению, вернуться назад одного момента уже не получается. И знаете, Истрафио, очень много людей ко мне приходит, наших земляков, которые говорят, мне нужно оплачивать банку по 5-7 тысяч рублей каждый месяц, только для того, чтобы долг не увеличивался. Долг не умещается при этом. Я говорю, сколько вы так уже платите? Ну, знаете, уже полтора года. То есть, человек оплачивает деньги, представлять, а долг не умещается. Иначе, как финансовым рабством, я это назвать не могу. И более того, представьте состояние человека, который понимает, что ему нельзя болеть, ему нельзя умирать, извините меня. Он понимает, что его дети будут оплачивать, и только для того, чтобы долг не увеличился. Приходили женщины, говорили, устройте меня хоть уборщицей куда-нибудь, потому что у меня, ну, я развелась с супругом своим, мне не с чего платить. Мы ей устроили то техничкой, и есть такие, одно из таких, конечно, печальные истории, да. Техничкой устроили в одной из исламских заведений, но у нее даже техничкой не получилась работа, потому что раздражение было на руках из-за вот этих средств. А другую работу она как бы не могла осуществлять. Я не знаю, чем это все завершилось, но таких людей приходит немало. Приходят взрослые, которые вообще печально, они берут на свадьбу для своих детей сотни тысяч рублей в кредит, и потом эта свадьба оборачивается горем для их семьи, причем все, и детей, и родителей, и на ни один, ни на два года, уже на пять, на семь лет, потому что суммы берутся большие. Это самые такие безобидные. Я рассказываю, бывают и очень печальные истории, когда... Поверите, сможет. Да, один из вот таких, которые вот мне приходят, но вот одна из семья взяла обычный ипотечный кредит. У нас очень любят брать кредиты, там, ипотеку и так далее. Обычно об этом говорят, говорят, дейшери сравнивают. И вот представьте себе ситуацию, при которой семья, в силу того, что под сокращение попал основной, ну, как бы, кормилец семьи, отец, они перестали платить. В исламском банке ситуация была бы как бы следующая. Вы бы взяли бы поручителя, либо продали бы квартиру по рыночной цене. Ну, то есть, нашли бы какое-то компромиссное решение. Здесь сотрудники банка вместе с коллекторами пришли и на дом с живущими внутри хозяевами повесили баннер, продается. То есть, люди еще живут, они никуда перейдут, но повесили баннер, продается. Дальше я пойду. Представьте теперь ситуацию, при которой сотрудники банка уже вместе с покупателями заходят в дом к этим людям. Те люди, хозяева сидят в чай пьют, а заходят люди и говорят, мы продаем этот дом. И вот эта конфликтная ситуация, эти споры, эти драки и так далее, взаимные там подачи в суд, это примерная картина, примерное состояние людей, которые, скажем так, связались с различными банками. Вместе с тем, это все скрывается за очень красивыми этикетками, буклетами, улыбающими лицами специалистов, менеджеров, консультантов, буклетов. Так, все как бы с этого начинается. Но заканчивается все очень печально. И если бы этих случаев не было бы, ну как, если бы вы пригласили бы на передачу врача, он бы вам рассказал, допустим, стоматологу, насколько там тяжело зубы лечить, с какими там отклонениями, получается, приходят к ним пациенты. У нас ситуация такая, что к нам приходят люди, у которых финансовые проблемы. Проблема от того, что они не прочитали какой-то пункт, они поставили какую-то подпись. Проходят бабушки, которые заложили дом за 500-700 тысяч, набежало уже 2,5 миллиона за какой-то там 3-4-5 месяцев, и все. А в этом доме живут у меня, извините, бабушка и две семьи, дочка и сын, со своими женами, супругами, детьми. И все они оказываются просто у разбитого корыта. Это что касается таких печальных историй, не хотелось бы возить русло в такое негативное. А бывают такие забавные, веселые истории, которые приходят? Забавных историй тоже много, скажем так, позитивных историй много. В первую очередь нашей гордостью являются клиенты, которые начали с нами сотрудничать еще в 2012 году. Допустим, у них был там маленький магазинчик, небольшой склад. И сейчас, когда они приходят, они говорят, у меня уже три склада, у меня уже два магазина, я хочу оформить там какой-то маленький грузовичок или там какой-то автомобиль служебный в рассрочку. Бывает приятно, чтобы ты понимаешь, что посредством нас, нашего взаимодействия, он это все достиг. Что касается забавных случаев, то один раз был случай интересный. К нам пришел один из, скажем так, наших клиентов, и у него был родной брат, который тоже являлся нашим клиентом. И так получилось, что один из братьев пришел оплачивать, а второй в этот момент просто зашел поздороваться. И я, моргнув своим сотрудником, спросил у второго родного брата. Я говорю, а почему ты не погашаешь за своего брата? Он у нас на просрочке уже который месяц. Ты родной брат, почему ты не готов за него поручиться? А этот родной брат знал, что я как бы инициирую, да, инсценирую, инсценировка это обычная. И тот ответил, а я же за него не поручался, я же ничего не подписывал. И этот брат на него так посмотрел удивительно. А там сумма была в том же, в том дело, что небольшая, там 2 или 3 тысячи рублей. То есть родного брата удивило, что он не сказал, а в чем ситуация, а давайте я там погашу, посмотрю. Он сказал, я ничего не подписывал. Я надеюсь, что у них там никаких конфликтных ситуаций не возникло, но ситуация с поручительствами возникает очень часто. Что касается из таких ситуаций, с которыми мы сталкиваемся каждый день, когда приходят люди, заполняя анкету, указывая номер отца, звоним отцу, поднимает девушка молодая, видимо его подруга. То есть он думал, надеялся, что мы не позвоним. Или еще что страшнее, звоним маме, мама говорит, гоните этого балбеса с вашего салона, но он вам ничего не отдаст. Он студент бездельник. Он живет на наши деньги, и вам ничего не отдаст. Такие моменты тоже бывают. Но хвала Всевышнему, опять-таки, те, кто оформили, и очень часто родители, даже которым мы позвонили, благодарят. Говорят, спасибо, что вы нам набрали, нам приятно, и мы пока думаем, что ему это не нужно. Бывают родители, которые говорят, а если в вашей компании, то без проблем мы спокойны. Мы знаем, что вы там никого не обманете, сколько там он должен, такая-то сумма. Если что, вы мне наберете, вот мой номер. Такие ситуации тоже бывают. Вот самый необычный продукт, на который просили деньги у вас? Самый необычный продукт? Или просили самую необычную услугу, которую просили? Самый, наверное, все-таки на покупку должности. Приходили люди и говорят, дайте деньги на покупку должности, и дайте эти деньги в рассрочку. Вот примерно, ну, сначала я как бы переспросил, я недопонял. К нам разные люди приходят, но чтобы должность в рассрочку покупать, я говорю, извините, это у нас... Интересно, какая была такая должность, чтобы надо было? Ну, я не могу сказать, какая должность, в силу этических взаимоотношений мы с клиентом не расписали, но сумму могу назвать несколько миллионов рублей. Видимо, человек планировал очень быстро купить ее. Вместо было хлебное. Вы частенько у себя на странице в Фейсбуке делитесь жизненными историями. Почему вы это делаете? Ну, расскажу, наверное, правду. Первое время у меня ввел страницу в Фейсбук по, скажем так, нужно отдавать дань современным технологиям, ввел мой сотрудник, но там подписчиков было в районе 200-250. И в месяц набирался еще 2-3 человека среди наших знакомых. Я понял, что нам так долго надо будет развиваться, стал вести сам. И рассказываю, наверное, в большей степени потому, что люди задают вопрос. Я пытаюсь провести одну историю, чтобы у большинства людей, у которых подобные вопросы возникли, но они их не задали, чтобы эти вопросы снялись. Ну, и, наверное, больше степени потому, что, наверное, хорошие отзывы говорят, вот как и вы, там, интересно, читаю, смотрю. Наверное, в большей степени поэтому. Но этого занимает очень много времени. Я надеюсь, что найду в ближайшее время человека, который сможет заменить это в меня и вести эту группу в социальных сетях во всех не хуже, и где подписчиков будет набираться. И такого просвещения, как в социальных сетях в современном мире, сложно найти. Допустим, в нашей центральной мечети вмещает 18 тысяч человек. И это считается огромным количеством. Сейчас в социальной сети в одной группе может быть 100 тысяч человек. И человек может, к сожалению, быть абсолютно необразованным, абсолютно невежественным и не всегда полезную и хорошую информацию доносить до нашей молодежи. Мурат, как я уже говорил, вы руководите компанией, где наверняка работает 30-40 человек. Какой это быть руководителем? Что необходимо руководителю, чтобы руководить эффективно? Знаете, Срафил, вот сегодня утром у нас было совещание, несмотря на то, что у нас была суббота. Прочитав огромное количество книг, посмотрев огромное количество тренингов по руководству, по лидерству, я скажу, что все они способны подготовить человека к руководящей должности не более, чем на 60-70%. Все остальное, оно уникально, оно специфично и оно единообразно. То есть невозможно представить, чтобы единые методы консолидации или управления, они применялись в разных отраслях. Более того, скажу, я понимаю, что пока у нас работает 15-20 человек, те методы, которые я применяю в деятельности, они могут эффективны, они могут возыметь успех и эффект, но в то же время я понимаю, что при наличии 100 человек эти инструменты или эти методы влияния, или методы взаимодействия, или методы настройки коллектива могут не быть такими эффективными. К благо Всевышнему, с 2011 года, с момента начала нашей кампании, я не уволил ни одного человека. То есть все, кто работали с нами, они все работают по сей день. Безусловно, половину из них я переквалифицировал. С менеджеров делал безопасников, с безопасников делал маркетологов, маркетологов делал рекламщиков. Они менялись, они менялись, как бы я их обучал, отправлял на тренинги и так далее, но никто из них не был уволен. А одного сотрудника у меня забрал отец, просто он сказал, что он хочет, чтобы он работал в одной из государственных структур, без объяснения причин. Ну тут невозможно было что-то ответить, при этом сотрудник до сих пор ждет, пока ему отец разрешит вернуться. Больше таких фактов не было. И пока на данный момент, вот мы размещали, нас размещали вакансию в социальных сетях, все как бы, ну были, как сказать, не могу сказать, там, оборону восхищены тем, какие у нас условия. Вместе я, честно говорю, положа руку на сердце или на душу, что я не считаю, что мы что-то особенное даем своему работнику. Если мой работник с утра и до вечера, 6 дней в неделю работает на компанию, почему я не должен решать его социальные проблемы и не быть в курсе его семейных проблем? Если я знаю, что если у него в семье все нормально, и он получает доход, который позволяет ему не переживать за конец месяца, за, там, коммунальные платежи, еду, одежду и так далее, то, в принципе, он будет хорошим работником. Если его это беспокоит, то что бы я ни делал, какой бы продукт ни было, какая компания бы ни была, он будет думать о семье, потому что семья – это первостепенно. Поэтому я стараюсь решать их личные проблемы и прошу, или даже могу сказать, требую от них решения проблем компании. Пока вот этот, скажем так, мы можем эту такую идиллию найти, но надеюсь, что она нас сохранится с помощью Всевышнего, и дальше тоже будет в этом русле все двигаться. На этом основная часть беседы подошла к Анзуму, переходим к вопросам из нашей анкеты. Короткий вопрос и короткий ответ. С кем из когда-либо живших на Земле людей вы хотели бы поговорить? Безусловно, про колес этого сам, если вообще живших когда-то. Я думаю, иного ответа быть не может, только с ним. Но я даже не знаю, как бы состоялся наш разговор. Раз мы знаем, что статус подвижников давался только из-за того, что люди находились в его обществе, даже не поговорившие с ним или увидевшие его, я думаю, ради одного этого можно было отдать все, что у нас есть. Ради одного этого лицезрения или нахождения в его обществе. Книга, которая повлияла на вашу жизнь? Две книги, которые, на мой взгляд, меня как-то немного поменяли. Первая книга, это книга имама Газали, в частности, первый том. И вторая книга, это «Благонравие праведников». Многие, не потому что это наши муфти, устазы и так далее, абсолютно объективно подходя к оценке книг, оценке глубины изложения материала, меня она поменяла в части взаимоотношений с людьми. Как нужно относиться ко всему, что с тобой происходит. На меня это лично так повлияло очень сильно. Вы репетируете, прежде чем кому-либо звонить? Бывает и так, но так как зачастую беседы мои имеют однотипный характер, потому что я звоню клиентам по стандартным вопросам, либо мне звонят клиенты по стандартным вопросам, это все уже отрепетировано. Если же возникает какой-то новый партнер, появляется. Безусловно, в голове эта репетиция идет дословно, с изучением всех возможных вариаций ответов. Но это нормальное явление в бизнесе. Если бы не Мурадом Алискеровым, то кем бы вы хотели быть? Ну, наверное, я не знаю, сложный ответ на этот вопрос. Я знаю, что я благодарен Всевышнему за то, кем я являюсь. Кем бы хотел быть, наверное, более, может быть, Мурадом Алискеровым, но более полезным обществу, более богобоязненным, более праведным, более приближенным к тем идеалам, к которым должен быть приближен мусульманин. Какой способностью вам хотелось бы обладать? Способностью, только, наверное, искренностью в своих делах, помыслах, поклонениях и во всем остальном. Только искренностью. Потому что два абсолютно одинаковых деяния в исламе, в зависимости от намерений, могут иметь противоположную оценку. Для одного из них это будет грех, из-за того, что он имел неправильное намерение. Для другого это будет благое дело, из-за того, что он имел хорошее намерение. В каких случаях вы лжете? Безусловно, все, наверное, сидящие на этом кресле говорят, что они никогда не лгали. Тем не менее, безусловно, согласно психологическим тренингам, человек, который говорит, что он никогда не врет, врет больше, чем среднестатический человек. Безусловно, мы врем все. Вопрос в том, что мы врем в мелочах. Каемся мы после этого или нет? Даем себе слово это повторять или нет? Исправляемся мы после того, как мы немного соврали или нет? И стараюсь, если мне позволяет молчание компенсировать, просто промолчать, то есть не сказать, не ответить человеку. И приведу один пример, если можно. Приходят два клиента, один говорит, я за него ручаюсь. Выходят они с моего офиса и один мне звонит и говорит, я за него не ручаюсь. То есть это его родственник, он пригласил его, заставил его за него поручиться. Когда они вышли из кабинета, он говорит, Мурат, я не могу за него ручаться. У меня нет денег и он непорядочный человек. Я не смогу за него ручаться. Чтобы не испортить взаимоотношения, я пришел к тебе и я сказал так. Но я за него деньги отдавать не буду. Тот мне звонит человек и говорит, по какой причине мне отказали? Да, я беру на себя ответственность и говорю, вам отказали по причине платежеспособности и так далее, по другим причинам. Но я не говорю, что из-за того, что ваш брат за вас не поручился. Я надеюсь, что Всевышний меня простит, потому что моей целью является только одно, чтобы я не поссорил этих родственников. Бывает, отец с сыном так приходит. Сын насильно приводит отца, вот это мой поручитель. Отец звонит и говорит, я не могу за своего сына ручаться. У меня пенсия, мне больше не с чего вам отдавать. Мы говорим, что да, мы вам отказываем. И обозвучим другую причину. Такое бывает. В этом случае, да, я признаю, что я, наверное, вру, если это так можно называть ложью. Вы способны обе человек? Ну, я думаю, доведя человека до какой-то кондиции, любой человек из нас способен. Вопрос в том, на какой грани находится эта кондиция. Если речь идет о защите чести, достоинства, религии, дома, спокойствия своих братьев, сестер, нам с точки зрения религии и даже с точки зрения светского закона мы имеем право и, наверное, обязаны убивать в ответ. Если говорить об обычном, ну, наверное, пока сложно представить себе ситуацию, где я там убил какого-то человека или даже как-то протеснил его, скажем так. Вы боитесь смерти? Как и каждый мусульманин, да. В большей степени боюсь не самого факта смерти, а, наверное, того, что будет после. Потому что каждый день мы совершаем огромное количество грехов. Надеемся на милость и вышлю, что все они будут прощены. Но, безусловно, вот этот страх, будут прощены или нет, он всегда с нами присутствует. И именно поэтому смерть, как этап перехода от этого мира в мир бренный, пугает. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Сложно будет что-то говорить. Самым правильным поступком, оказавшимся перед Богом, будет опустить голову, признать свои грехи, свою грешную сущность, наверное, и каяться, что нам еще. Я думаю, что если мы окажемся перед Богом, как я знаю, оказываются перед Богом и имеют возможность увидеть его только люди, оказавшиеся в раю, ну, я надеюсь, что мы окажемся все из их числа, из этого числа. Мурат, огромное спасибо за очень интересную беседу. А на этом мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся на неделю. Оставайтесь на телеканале ННТ, для вас работал Истерфил Истерфилов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok